В палаточном лагере спасателей тишина. Только ветер трепещет флаги и волнует гладь Соколовского водохранилища. Участники областных соревнований собирают вещи, ведь сразу после закрытия они отправятся домой. Интрига сохраняется до последних минут. Кто же стал победителем этих захватывающих и довольно сложных состязаний? Радует то, что ни один отряд не спасал. Все 14 отрядов и опытные, и только недавно создавшиеся выставили команду. Конечно, вы отложили свою долю, душу и сердце в то, чтобы прошли это соревнование на таком высоком уровне. Показать свои результаты, свои достижения. Вы пересилили себя, вы заставили себя пройти эти все лабиринты. Заставили себя даже в такую труднейшую погоду. Сейчас вот последняя команда выступала. Действительно очень трудно, когда ветер дует в лицо, как говорится, с моря ветер дует. Бросать этот круг, бросать конец Александрова очень тяжело. Взял бы и повернулся ветер в другую сторону. Но судьба, это спорт такой, судьба. Но тем не менее, все достойно прошли все этапы. Никто не спасал, все выполнили все эти требования, которые предъявляла судейская коллегия. Немаловажно то, что несмотря на определенное количество штрафных баллов, которые получили, не было грубых нарушений мер безопасности. Это для спасателей очень важно. Соревнования завершились. Четыре дня вот такой напряженной борьбы. Но есть результаты. Начальник областной поисково-спасательной службы Александр Толочков зачитывает приказ. Почетными грамотами награждаются лучшие судьи соревнований. Победители на дистанциях. Наградить почетной грамотой начальника дистанции ПСР в условиях ликвидации ЧС техноенного характера Сологуб Владимира Александровича. Руденко Василия Евгеньевича. Мухина Инаида Сергеевича. Карабагатову Диану Александровну. Но кому же достанутся кубки, прекрасные подарки и денежные сертификаты? За третье место занято во вторых соревнованиях спасателей Государственно-оказенного учреждения Ростовской области. Ростовская областная поисково-спасательная служба. Почетной грамотой, ценным призом и сертификатом на 12 тысяч рублей награждается команда Синяцкого поисково-спасательного отряда. За второе место занято во вторых соревнованиях спасателей Государственно-оказенного учреждения Ростовской области. Ростовская областная поисково-спасательная служба. Почетной грамотой, ценным призом и сертификатом на 16 тысяч рублей награждается команда Зима-Никловского поисково-спасательного отряда. За первое место занято во вторых соревнованиях спасателей Государственного казенного учреждения Ростовской области. Ростовская областная поисково-спасательная служба. Почетной грамотой, ценным призом и сертификатом на 20 тысяч рублей награждается команда Татсинского поисково-спасательного отряда. Очень рад, что у нас вот такие все молодцы ребята. Желаю вам, конечно, дальнейших успехов, чтобы у нас не только эти три команды, которые сегодня отличились, занимали призовые места. Все еще впереди. Будем тренироваться, будем учиться. Я думаю, у нас есть передовики, будете их обходить и делать только вот такие достойные результаты. Общая фотография на фоне прекрасного пейзажа. Здесь после изнурительных этапов спасатели могли отдохнуть, насладившись прохладой реки. А мы следим за эмоциями победителей. Спокойные, сосредоточенные, никакой эйфории. Понятно, что прошли серьезные испытания и победа досталась нелегко. Были сложные, была вода. Вода, потому что у нас очень мало водоемов в районе. Ветер, погодные условия. Очень тяжело. И техногенный характер, как бы тоже очень сложный был. Ничего. А что вот послужило вашей победе? Как вы сумели? Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Организация очень хорошая. Соревнований. Ну не первый год я приезжаю в Новошахтинск. Три года работаю уже. Постоянно в Новошахтинске сборы тут у нас проходят. И подготовка была, и соревнования были очередные. Подготовил команду. Ответ молодой. Есть ребята, которые уже по 10 лет отработали. А эти только четвертый год. И достичь таких успехов за такой короткий период, это довольно-таки очень хорошо. Второе место у зимовниковских спасателей. Мы готовились, как бы планировали вообще первое. Ну просто им повезло, наверное. В следующем году мы будем первые. Не совсем то, что хотели, показали. Ну так есть в чем стремиться. Будем стремиться, конечно. Будем стремиться работать и еще раз работать. Вторые областные соревнования завершились. Каждый отряд увезет из Новошахтинска теплые воспоминания и адреса новых друзей. Ведь встречаться в такой обстановке куда приятнее, чем на ликвидации чрезвычайных ситуаций, к которым, тем не менее, они всегда готовы.